Бессмертная Наталья Александровна, педиатр, врач высшей категории. Родилась 10 октября 1966 года в Азове. Окончила Ростовский государственный медицинский университет. Стаж работы – 31 год. Кредо. Возможно все. На невозможное требуется больше времени. Это была моя мечта с детства. Я два раза болела пневмонией в дошкольном возрасте. И вот почему-то, когда я лежала в отделении, мне там, наверное, все так нравилось. И я это четко помню. Я себе сказала, что я хочу быть именно детским доктором и хочу работать именно в этой больнице. Какую-то часть рекомендаций наших бабушек мы, естественно, можем взять, как-то обильно отпаивать, стараться не снижать температуру. А все остальное, что касается тепловых процедур, растираний и так дальше, это к нашим современным деткам не подходит. Потому что сейчас век аллергии. И зачастую бабушкины методы, они приносят вред, а не пользу. О, мазать горло люголем. Это такой есть на основе йода раствор. Раствор люголя в глицерине. И вот им мазали миндалины при ангинах. Если более 10 градусов, контраст температур между воздухом и помещением, то во время температуры лучше воздержаться. До температуры 39 желательно температуру не снижать. То есть прежде всего ориентируемся все равно на самочувствие ребенка. Если есть какие-то противопоказания, например, у ребенка в анамнезе, то есть раньше были какие-то неприятные ситуации на фоне высокой температуры, судороги или есть неврология у ребенка, то тогда мы вынуждены прибегать к более раннему снижению температуры. А если ребенок здоров, если самочувствие его более-менее удовлетворительное, то лучше жаропонижающее не принимать. То есть температура – это наша защитная реакция. То есть только когда повышается температура, начинает активно работать иммунная система и сама уничтожать вирус, который вызвал заболевание. Таким образом заболевание будет проходить без осложнений, если мы дадим ребенку возможность потемпературить без осложнений. И быстрее ребенок выздоровеет. Если ребенок моргает глазками, если грызет ногти, если делает какие-то навязчивые движения, то это повод для того, чтобы обратиться к специалисту и выяснить причину данных состояний. Сквозняки, они не опасны. Опасны сквозняки для ребенка, который тепло одет. То есть нужно учитывать, что дети двигаются, и у них термообмен другой, и поэтому они часто потеют. И вот если мы ребенка одеваем тепло, то он может заболеть и даже в летнюю погоду. Да, это так. Во всем должна быть умеренность. То есть излишняя чистота, она на самом деле приводит к тому, что ребенок часто болеет. То есть мы должны дружить с окружающими нас микробами и постепенно с ними знакомиться. Во-первых, мороженое, оно должно быть качественное, чтобы оно состояло из масла и молока. И кушать его спокойно, и чтобы ребенок, опять же, чтобы не было контраста температур. То есть чтобы ребенок не был разгоряченный, когда он бегал на улице 40 градусов, и потом большими кусками ест мороженое. Да, это повод для беспокойства. Причин много. Это может быть и перевозбуждение ребенка. То есть здесь, возможно, нужно пересмотреть режим дня, увлечение ребенка компьютерами, гаджетами. Также паразиты могут приводить к таким состояниям. Обстановка в спальне, если жарко, то может присниться на самом деле страшный сон. Да, это повод для того, чтобы обратиться к доктору и выяснить причину данного беспокойства. Я рекомендую всем родителям жить в радости и радоваться тому чуду, который у них есть. Это их ребенок. Потому что когда мы излишне тревожимся, когда мы излишне опекаем своих детей, мы забираем у них возможность становиться самостоятельными. А на эмоциях страха прежде всего страдает иммунитет. То есть вот такие вот у тревожных мам часто детки болеют. Поэтому радоваться, любить друг друга и находить точки для взаимопонимания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова